«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Племя незнакомое Слушал бы и слушал бы эту песню, и кружился бы в дивном танце. Но нет, нет, друзья мои, надо, так сказать, и честь знать пора, да. Николай Николаевич Миклух Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, основатель и директор фонда имени Миклух Маклая. Вновь с нами, Николай Николаевич, рады, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро всем, и большое спасибо за эту возможность поделиться о наших друзьях-папуасах, которых я очень люблю. Сегодня у нас разговор о том, как выжить в деревне, я так понимаю, нет, 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 у нас как сойти за своего, как сойти за своего. И наша версия, вот мы с Владиславом Александровичем перед эфиром посовещались, вы, человек с юмором, мы тоже. Мне вот первая версия такая наша коллективная – раздеться. Скинуть, да, вот это лишнее. Скинуть, да, груз с проблемой. Ну, у нас сейчас может тему уйти в другом направлении, однако я могу объяснить. Нет, это вот так, прелюдия. Вы знаете, вот сейчас, некоторое время назад появились достаточно модные сумки, которые одеваются мужчинами через плечо, если помните, да, и вот таким образом носятся вот практически там на груди, ну, для удобства. Так вот, дело в том, что вот когда они… А это, кстати, Николай Николаевич, это же из армейского удобства-то пришло, потому что кобуру носить под пиджаком или на поясе неудобно. Ну, вы знаете, вот в ходе наших эфиров можно все-таки понять, что не только оттуда, а, скорее всего, от попуаса, потому что именно они вот таким образом, если уж совсем быть без одежды, носили все свои предметы в этих сумочках, перекидываясь определенным образом через плечо. А почему? Карманов-то нету. Надо же куда-то класть вещи. Поэтому в этом плане достаточно удобно. Если все-таки, чтобы сойти со своего, нужно будет обнажиться, то сумочку ни в коем случае из своего гардероба не убирать. Да. Николай Николаевич, ну, а вот действительно, есть же вот люди такие чудные, да, на свете. Помню, еще в детстве рассказывали, что болгары, якобы, я не проверял, опасно, но якобы они вот кивают не так, как мы с вами. То есть мы, когда вот киваем там вниз, это значит да, а у них это нет. И наоборот, головой трясут в разные стороны, значит да, а у нас это нет, да. Соответственно, вот мимика, да, вообще жесты и культура жестов, она же тоже очень важна, да, межцивилизационная. И совсем не факт, что наши жесты, особенно всякие там со смыслом, могут быть одобрительно встреченными попуасами. Абсолютно согласен с вами. И жесты как раз, они помогали общаться попуасам берега Маклая с Микрухом Аклаем 150 лет назад. Ну, и сегодня это также используется, та же самая пантомима. Вот если мы помним, то в стране 829 языков. Ну, раньше было немного больше, а сейчас все-таки стало поменьше зафиксированных. И в связи с тем, что в этих языках достаточно часто нету некоторых слов, которыми можно описать ситуацию, они используют пантомиму и жесты для общения. Ну, я вам должен сказать, что интересная ситуация. Вот страну Россия попуаса называли деревней Маклая или деревней Россия. Почему? Потому что у них не было в словаре слова «страна». Ну, в связи с тем, что ограничивалось. Поэтому если говорить о попуасах, то они жесты достаточно часто используют для того, чтобы объяснить более полно ту идею, которую они хотят донести собеседнику или кому-то другу или врагу. Но таких вот явных, как у болгар, такого нету. То есть, в этом плане нам будет... А вот что касается, Николай Николаевич, а вот что касается, например, прикосновений. Например, даже у нас в стране есть, так сказать, народы, где вот если ты разговариваешь с человеком, его не надо касаться рукой, если ты хочешь там что-то пояснить. Это как бы воспринимается не очень прилично. И я к этому отношусь с большим пониманием. Вот там как вот с тактильными, так сказать, сигналами. Ну, как у нас иногда в грудь так, ты понял, и так пальцем туда прям до сердца. Попуасы достаточно в этом плане открыты люди. Однако, конечно, женщин касаться или дотрагиваться девушек, если это не твоя жена или сестра, ну, не то, что категорически запрещено. Но я ни разу не видел, обращая на то внимание, как они общаются с незнакомыми девушками, чтобы было какое-то близкое общение через прикосновения или же даже через разговор. Ну, то есть, Николай Николаевич, в баре, например, медленный танец с посторонней посетительницей исключен, да, вот такой, с полным контактом, кажется? Да, если уж мы заговорили о прикосновениях и различной модели поведения, и у современного общества, в зависимости от того, как они пытаются проводить, например, права равноправия, тоже происходят определенные изменения. Ну, вот я должен вам сказать, что мы между экспедицией посетили Австралию, и там, подавая руку девушке или каким-то образом пытаясь оказать внимание, они одергивали. Я вначале не очень понимал этой ситуации. У нас только они самостоятельно. Да, да. Но эта проблема возникла очень интересным образом, когда я вернулся в Россию, и мы заходим в одно из помещений, и девушка перед дверью, она останавливается, я за ней стою, она смотрит на дверь, я тоже оборачиваюсь, думаю, может быть, что-то произошло. И вы так-то заглядываете через нее и говорите, дверь! Она естественным образом, да, конечно. Конечно. Вот, поэтому, конечно же, есть разные модели поведения, иногда и в современном обществе, но здесь нам очень повезло в этом плане попасы. Во-первых, безусловно, не имеют каких-то вот таких ярких моментов, которые могли бы отторгать или говорить нам о том, что нам ни в коем случае нельзя, не знаю, подавать руку или далее. Но с женщинами, конечно, надо быть аккуратными, и Микруху Маклая не показывали еще 150 лет назад. И сейчас все-таки нужно с уважением руку уж не подавать точно, потому что все-таки это еще, если это только твоя подруга или совсем близкий человек, или пожилой человек, это можно делать. Но вот вы знаете, мы же хотели немножко поговорить о жизни самой в деревне. Я хотел начать с того, что когда мы прибыли в 2017 году, для нас, конечно, все это было удивительно, когда мы увидели, что деревни абсолютно так же сохранились, как и на рисунках Николая Николаевича. Потому что до этого экспедиция, которая была за 40 лет до нас, описала, что там произошли серьезные изменения, здесь даже плантации. Но после обретения независимости они вернули деревни, убрав абсолютно плантации в тот же самый вид, как это было и 150 лет назад, сохраняя свой привычный уклад. Мы общались с Эрмпитером Бертером, который оказывал там влияние на то, чтобы было построено ряд школ для получения образования. И вот через ряд, через 40 лет, как он сказал, он проживал 40 лет в стране, он обратил внимание, что ничего не изменилось в самом быте. Да, появились школы, появились какие-то знания английского языка для удобства в общении. Николай Николаевич, а тут очень важные вопросы культурологические. Вы затрагиваете папуасов, а мысли все время бьются в черепной коробке про наших, так сказать, граждан. А вот как они совладали-то вот с этой маркетологической уловкой, когда наших людей постоянно вот драконят, как говорится, вот этими мыслями о том, что надо чуть новенькое, что-то обновиться, надо пойти вот что-нибудь как-то повесить, что-нибудь другое. Вот нехорошо, что все одинаково. Как они так вот живут-то с нашей точки зрения пресно, скучно, неинтересно, не развиваются никак, понимаешь, в бытовом плане? Вы знаете, ну, по поводу новенького, я вам должен сказать, что папуасы – большие модники, и мужчины, и женщины, и они традиционно всегда ухаживали за собой, за своим внешним видом. И, конечно, что-то новенькое им хотелось. Вот в последней экспедиции, например, они раньше окрашивали волосы в некоторых случаях при помощи натуральных материалов и красок, а вот сейчас уже, обратил внимание, сидят молодые люди и красят волосы современными различными красками, с тем, чтобы каким-то образом выделяться. Поэтому тоже пытаются что-то новенькое в свою жизнь привнести. Вот единственная только сами по себе традиция, именно семейные традиции в деревнях, они позволяют, в связи с тем, что они живут в деревнях, и необходимо выполнять какие-то свои обязанности ежедневные, они позволяют серьезным образом сохранять именно не только жизнь и быт, но и какие-то внешние проявления цивилизации, они не проникают достаточно серьезно. Ну вот можно сказать, что даже это видно исходя из того, что миграция достаточно минимальна практически в деревнях и на самом северо-востоке острова Новая Гвинея. Соответственно, различные модные тенденции мигранты, скажем так, не привозят. Они, может быть, из-за этого не узнают о том, что существуют новые тренды, новые коллекции, как мы говорим, для того, чтобы их вводить в жизнь. А сами не имеют достаточно много гаджетов или мобильных телефонов для того, чтобы узнавать, видеть серьезные изменения. Они, конечно же, происходят, потому что многие ездят в город, узнают об этом, но это все в основном происходит через информацию, которую они получают в газетах. Очень интересно, когда в деревнях, привезя газету из города, все собираются вокруг, начинают рассматривать, а старейшины читают. И сначала мужчины, конечно, получают информацию, ну и потом до женщин тоже доходит это все. Но уже в дозированном виде. Да, вот тут, то есть, смотрите, между информацией и женщиной есть фильтр, да, то есть ей не сообщают всю полностью информацию. Она сама не может вот взять газету и оттуда узнать, что появились новые туфли или шапочка. Ну, конечно, представляете, если она узнает, что появились новые туфли или шапочка, это сразу же ляжет ответственностью много работать мужчинам для того, чтобы это все дело покупать. То есть, смотрите, какая история. Интернет, таким образом, такая у меня мысль, да, и вот поскольку у нас газеты не читают, все в интернете, то есть интернет должен быть суверенным, так, и мужским. Ну, все, что мы сами рассказывали, что там появилось снова. Племя незнакомое. Да, вот сижу, слушаю Николая Николаевича Миклухмаклая, основателя и директора фонда имени Миклухмаклая, и исследователя Южно-Тихоокеанского региона, и думаю, как же вот хорошо, вот у нас есть, знаете, программы в смартфонах, да, про то, что можно вот контролировать ту информацию, которую дети получают через интернет. Также всех можно контролировать, и всех близких, и такой сидишь, такой один, и всем определяешь. Ты про это читаешь, ты про то, вот, и мир в семье, и благодать. Хорошо-то как. Завидую папуасам всего сегодня в нашем рассказе. Мы говорим, как сойти за своего. А вот, Николай Николаевич, чтобы действительно, может быть, как-то приглянуться, приглянуться товарищам, надо вот как себя с ними вести и чем интересоваться? То есть вот какой круг вопросов надо поднимать в обществе, в папуасском? Ну, любому, конечно же, будет интересно, когда ему задают вопросы о его жизни, и это интересуется искренне. Если захочется привлечь внимание, то мы должны понимать, что все-таки наш цвет кожи, он отличается от цвета кожи папуанова гвинейцев, который более темный. Поэтому в любом случае мы внимание привлечем. А, конечно же, наши вот эти вот современные гаджеты, которые у нас с собой есть в руке, они привлекают их внимание. А если нам хочется, чтобы мы все-таки общались без них, то это искренний интерес к их жизни, готовностью, да, помочь в деревне, да, какими-то делами, это то, что может действительно им быть очень приятным, и они готовы будут это все показать, свою хижину жизни, показать, каким образом это устроено. И вот на настоящем этапе мы, когда прибыли, и в последней экспедиции, и первой экспедиции, жизнь, она происходит в хижинах. Мы говорили с вами, что мужчины и женщины, они спят отдельно, поэтому минимум две комнаты, иногда и три комнаты в самой хижине. И раньше они располагались полностью на земле, и, как сами попался берега Макая, мне сказали, что мы, увидев хижины на сваях, которые были построены Микохом Макаем, в последующем начали строить, как и он, да, поднимая их, тем самым внизу освобождается пространство для того, чтобы всякую ненужную и нужные вещи хранить. Ну и плюс от солнца жаркого, которое там регулярно спасаться. Потому что 25-27 температур в среднем в году, и можно выбирать любой месяц, отправляться туда и без проблем получить хорошие солнечные ванны. Ну, если нам говорить об опасностях, которые там могут быть, когда мы будем ходить между деревнями, там существуют тропинки, и вот очень важно не сходить с них, потому что кокосы, падают кокосы, и кокосы, это, извините, пожалуйста, с большой высоты, и летят они с немалой скоростью. Как мы понимаем, что размер у них тоже немаленький, да, сравнимо с головой человека, в некоторых случаях очищенная, может, и больше. Поэтому меня удивляло всегда, насколько они бесстрашно ходили по тропинкам, а по пути, пока мы шли, обязательно падали кокосы в метре от меня, а иногда и в полуметре. Но смело, абсолютно без всяких, не обращая внимания на вот эту кокосопад, скажем так, они передвигались между деревнями. Ну и важно помнить, что все-таки вы помните, комары же там, малярийные, но они вечером вылетают на охоту, и в этом случае нужно, конечно, иметь загретую одежду или малярийную сетку. Вот если у нас это и есть все, то мы можем начать уже комфортную жизнь, неторопливую, которая происходит в деревне, главное, никуда не торопиться, ни в коем случае не жить в московском-то темпе или в темпе больших городов, вот, тогда можно будет сойти за своего. Николай Николаевич, никуда не торопиться, тоже хорошо. А вот наши люди, когда собираются, они как-то вот разговаривают, ну, как там в семье дела, какие фильмы видел, там, ну, про газеты уже поговорили, что читал, да, какая новость какая-то пришла. А вот, слушайте, кинематограф пришел к ним туда, вот, они интересуются там, как вот дела у Брэда Питта на личном фронте? Ну, безусловно, молодежь, она узнает о новинках, да, которые хотелось бы посмотреть, но не все это смотрят. Как я сказал, что ограничение в тех же самых гаджетах и компьютерах в деревнях, где население в основном проживает, оно не позволяет им вот быть в курсе всех событий. Конечно, в разных регионах по-разному это происходит, но в большинстве случаев это все дело ограничено. Такого, чтобы в кинотеатры они ходили, как вот в Индии, знаете, там огромное количество людей ходят в кинотеатры. Кинотеатры в основном для мужчин с одним сюжетом, когда бедный молодой человек, да, находит богатую девушку и потом они женятся. Это, кстати, наверное... Знакомый сюжет, разносчик пиццы приносит пиццу, и его ждет там богатая женщина и хочет из нее выйти замуж. Примерно такая же история. Ну, вот отвлекаясь, если от наших папуасов, одна из причин сюжета в Индии именно такого, сюжета, не богатый молодой человек находит бедную девушку, а вот наоборот, это то, что именно мужчины посещают кинотеатры, и женщины не сидят с ними вместе в кино. И кинематограф там собирает огромный бюджет и большое количество денег. Вот по Новогвинеи такого нет. Поэтому в этом плане информация, как я сказал, до них не быстро доходит. И придется, поселившись в деревне, понимать, что ты немножечко оторван от мира и начинаешь жить в другом, хорошем таком, как мне кажется, мире, где ты можешь сконцентрироваться на себе, на жизни, на природе, на таких неторопливых бытовых, не проблемах, а бытовых делах, которые... Задача. ...очихся от этого всего. Николай Николаевич, а с точки зрения нашего человека вот в день дел, которые надо переделать, с чем это можно сравнить вот в нашей реальности? Сколько они успевают неторопливо вот сделать по хозяйству своих важных дел? Ну, по хозяйству-то, конечно, у нас женщины в Папу Новогвинеи, да и в России, когда все... Вы же помните, да, они всегда заняты. Вот. Ну, мужчина, во-первых, должен подумать с утра, что делать. Так, хорошо. А когда он уже подумал, не торопясь, он уже выходит куда? Или, соответственно, на охоту, или же пообщаться с мужчинами, ну, о том, о сём. Это же необходимо тоже подумать, каким образом. Вот. Но в основном тяжёлая работа у мужчин, поэтому связанная с определённым строительством, каким-то перетаскиванием, сбором урожая, потому что точно так же земледелие у них развито. Мужчины очень активно участвуют, и в этом плане многие именно этим занимаются. Вот. Да, Николай Николаевич, ну, прекрасно, прекрасно. Нет, сегодня прозвучали очень важные вещи, которые хорошо бы, конечно, у попуасов-то позаимствовать, да. Николай Николаевич Миклух Маклая, основатель, директор фонда имени Миклух Маклая. В нашем цикле «Племя незнакомое». Спасибо большое. Спасибо большое.